Привет, мои дорогие ученицы! Наконец-то я вашу просьбу исполняю. Вы меня просили возобновить обучение, возобновить мастер-классы. Ну вот я пытаюсь, изучаю интернет-пространство, сделала свой аккаунт. И прошу любить и жаловать. И хочу показать вам, с чего всё это начиналось. Моё рукоделие, моя работа модельером и мастером в колледже, и заведующим музеем трикотажного дизайна, и вообще всё-всё-всё, что у меня случилось в Москве, практически началась вторая-другая, совершенно иная жизнь, чем была на Украине, в Николаеве. А на Украине, в Николаеве мы жили до 2002 года с семьёй. Ну, так жили-жили. В основном я жила мечтами о будущем, о том, как я прославлюсь. Там такие были мечты. Прославлюсь, типа, как модельер, заработаю много денег. Ну, я не прославилась, не заработала много денег, но накопила опыт, с которым хочется уже с вами поделиться. Делилась я опытом на курсах в Николаеве, в колледже в Москве с ученицами своими. А теперь я с 2009 года уже не работаю, поскольку вышла замуж, и муж мне заявил, что ему нужна уставшая жена, и чтобы его жена сидела дома, я занималась только отдыхом и своим здоровьем. Но 10 лет я просидела дома, а теперь соскучилась. Соскучилась по общению. И соскучилась, в общем, решила как-то, если это нужно, вам передавать свой опыт и обучать тому, чему я научилась за, собственно, за всю свою жизнь. Мне сейчас 60 лет, и с 7 лет я вяжу. Сначала вязала спицами, потом уже 23 года только научилась вязать крючком, и с тех пор я его не выпускаю из рук. Все начиналось с вязанных платьичков, костюмчиков для любимой дочечки, для сыночка. А теперь, в общем-то, на отдыхе опять и скучаю. Но много навязала, есть что показать, есть что рассказать. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Вот я начинаю с показа своих платьев, может быть, у вас появятся вопросы. Это платье я связала в 2000 году еще. И это был мой первый опыт вязания ирландского кружева. Тогда не было никакой литературы, не было интернета, так не был распространен интернет. Я еще не знала, что такое... Собственно, я работала тогда на компьютере, ПК только были, и не было у нас интернета, и не было информации, как вязать ирландское кружево, что. И, в общем-то, я мечтала-мечтала, и замечалась до того, что мне приснилось. Мне приснилось, как соединить элементы неправильной формы с сеткой неправильной формы, и чтобы это было не перекошено, не перетянуто слева направо, и справа налево. А выглядело вот так, без шов. Ну, абсолютно логично. Длина рукава абсолютно одинаковая. И, как вы видели уже, все элементы разбросаны по платью, ну, как мне захотелось. И низ платья, и на платье тоже. Я отрегулировала так, как мне уже было. Когда я вязала это платье, я мечтала в нем выйти второй раз счастливо замуж. Ну, в общем, счастливо замуж я вышла. Мечты сбываются, когда вяжешь с настроением и закладываешь ввечь какие-то свои мысли, мечты, надежды. И вот они все-таки сбываются. И даже как-то на выставке в Москве, где мое платье демонстрировалось, подходит ко мне мужчина-женщина, уже так в возрасте, и мужчина восклицает. Ольга говорит, от ваших работ Прибалтика веет. А ведь у меня фамилия неспостава, а в обуле Прибалтийского. У меня отец латыш. И корни-то оттуда идут из Риги. И я, когда вязала это платье, мне, конечно, хотелось и побывать в Риге, и восстановить там свои какие-то дела в Риге. И, в общем, и тут такой знам. Мужчина говорит, от вашей коллекции пахнет Прибалтикой веет. И еще он мне сказал, если бы я второй раз женился на своей жене, я бы ей обязательно это платье купил. А я же мечтала, чтобы в этом платье замуж выходить, что золотую свадьбу я буду отвечать этим платьем «Золотая осень». Ну, в общем, много-много разговоров, много всего. И если у вас появятся вопросы, как вязать это реландское кружево, и как соединять разные великие элементы сеткой неправильной формы, она вот имеет встречевый эффект, видите? Я вам расскажу, почему она имеет встречевый эффект, и как это сделать. Пишите, задавайте вопросы, я вам отвечу. Благодарю. Желаю вам творческих успехов.